Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В связи с введенными карантинными мерами на ГТРК ИР и переходом на особый режим вещания, информационный выпуск сегодня временно переносится на 20-30. А теперь о главных событиях 4 ноября. Немедленно устранить имеющиеся недочеты. Анатолий Бибилов посетил красную зону детской больницы РММЦ. Особый подход к решению вопроса в связи с последствиями распространения инфекции. Открыта горячая линия по оказанию консультационной помощи. В помощь угасать потребнодзору в республике работают специалисты из Ставропольского противочумного института. Глава государства Анатолий Бибилов посетил красную зону детской больницы РММЦ. Президент интересовался условиями для лечения ковидных больных и ситуацией, с которой столкнулись медики. Отмечается нехватка врачей в связи с переполненностью медучреждения. Многие медработники также инфицированы. Есть и другие проблемные стороны, которые Анатолий Бибилов потребовал устранить в кратчайшие сроки. Президент Анатолий Бибилов посетил детскую больницу Республиканского многопрофильного медицинского центра, где в настоящее время проходит лечение больных COVID-19. Его сопровождали исполняющие обязанности министра здравоохранения и социального развития Георгий Точев и главный врач РММС Индира Беченова. Глава государства побывал в красной зоне, ознакомился с условиями, в которых проходят лечения пациенты, и трудностями, с которыми сталкиваются врачи. В первую очередь, это нехватка медицинского персонала, медикаментов, а также кислорода. По словам главврача Индиры Беченовой, на 157 человек в больнице работают 4 врача. Как указал Анатолий Бибилов, в ситуации, когда болеют медработники, необходимо привлекать волонтеров в качестве медсестер и санитаров. А почему мы не можем привлечь волонтеров в качестве санитаров, волонтеров в качестве медсестер? Президент предложил привлекать учащихся медицинского училища. Он также отметил, что переполненность больницы, где многих пациентов пришлось разместить в коридорах, должна оперативно решаться во взаимодействии с полевым госпиталем Министерства обороны Российской Федерации. Анатолий Бибилов пообщался с пациентами в отделениях терапии в реанимационном отделении с врачами, работающими в красной зоне. Он не держал сатурацию, легкорадив, высоко. Сейчас он сам держит самостоятельно. Ему измерили сатурацию? Да, да, да. Сейчас он без кислорода уже 92, а то было 85, без кислорода. 92, но ему еще надо. Да, он держит уже самостоятельно без кислорода 92, а то было 85, без кислорода. Президент жестко высказался по поводу низкого уровня организации работы в медучреждениях. По его словам, не налажена работа по бесперебойной поставке кислорода. Было также отмечено, что в течение недели начнутся работы, которые позволят не возить кислород в баллонах и не поднимать их на этажи больниц. Однако люди прямо сейчас испытывают в нем жизненную необходимость. И не надо ждать, когда соберутся 180 баллонов, а возить оперативнее меньшими партиями. Не налажена работа с распределением, графиком врачей, с обслуживанием пациентов. Есть только один плюс. Это то, что, несмотря на все минусы, врачи продолжают работать и обеспечивают хоть какое-то лечение, отметил президент. Анатолий Бибилов потребовал немедленно устранить имеющиеся недочеты. Глава государства также провел рабочие совещания с врачами РММЦ и потребовал немедленно устранить имеющиеся недочеты. По открытой горячей линии население республики может получить необходимую консультационную помощь. Медиками разработан особый подход к решению вопросов, возникающих в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции. К примеру, на номер горячей линии за сутки поступает до 100 звонков. Врач, выслушав звонившего, записывает все данные и на основании жалоб принимает решение о дальнейшем маршруте лечения. В связи с приростом заболеваемости населения коронавирусом открыта горячая линия, по которой можно получить всю необходимую консультационную помощь. Эта информация пригодится тем, кто заболел или подозревает у себя или своих родственников вирусную инфекцию. Один из основных принципов работы организаторов горячей линии – особый подход к решению вопросов, возникающих у населения в связи с последствиями распространения инфекции. За время непрерывной работы в последние дни линия была преобразована, можно сказать, в полноценный информационный центр. В основном звонят те, которые пока что не обследовались, тест не делали, да, и еще повторные тоже звонят после тестирования, после выписки из больницы, и мы им даем уже назначение. Каждый день на номер горячей линии поступает до 100 звонков. Единственный день, когда звонков становится меньше – это воскресенье. С 7 утра врач Республиканского многопрофильного центра Виолетта Схавребова отвечает на звонки с самыми разными жалобами. Дело в том, что всеобщее паническое состояние среди населения передается и просто больным сезонным гриппом, говорит терапевт. Схема работы по указанию Министерства здравоохранения выработана таким образом, чтобы человек, позвонивший на горячую линию, рассказал о своем состоянии. Записываются все данные больного, и на основании жалоб составляется дальнейший маршрут лечения. Если вы даже по телефону слышите такой голос, очень слабый, с одышкой, вы наверняка сразу… Мы уже сразу их направляем, делаем им вызов на дом, и уже к ним приезжают на дом, и сразу берут на дом, на дому тест берут, и сатурацию проверяют, поступление кислорода. И уже они решают уже, те, которые приезжают на дом, врачи, бригада уже со всей своей экипировкой, они уже направляют или же в больницу, или же сразу на Каты направляют. Ну вы пока с таким потоком звонков, вы пока справляетесь, да? Да, думаю, с темно справляемся, но мы же как-то тоже должны помочь, хоть и мы больные сами, но помочь должны. В тех случаях, когда у больного наблюдаются одышка, ухудшение общего состояния, повышенная температура, врач записывает больного на КТ и высылается карета скорой помощи. Направляем, кого надо на тестирование записываем, и кого надо на вызов, чтобы на дом приехали более тяжелых, там диабет, там кого отсекращенный анализ, онкологические диабетики, сердечно-сосудистые заболевания. Здесь же очень много вопросов они задают, что принимать, потом как это идет, если им не помогает, немножко мы меняем это самое, если им хуже, направляем. Все-все, вот что может медик, врач посоветовать, назначить по такому поводу. Напряженная эпидобстановка должна дойти до пика, а потом ситуация будет меняться в лучшую сторону. Но пока необходимо задействовать все возможные ресурсы и распределить работу таким образом, чтобы нагрузка была распределена равномерно и настроена на эффективный процесс. Яна Плева, Александр Кукоев, информационный выпуск сегодня. В течение нескольких дней в республике работают специалисты Ставропольского противочумного института. Медики оказывают практическую помощь лаборантам Юго-Сейдпотребнадзора, проводят консультационную помощь и ведут мониторинг эпидемиологической ситуации. Также увеличилось и число проведенных ПЦР-исследований. Подробности далее. Специалисты из Ставропольского противочумного института приехали для оказания помощи Юго-Сейдпотребнадзору, потому что в республике эпидемиологическая ситуация остается сложной. Из-за роста числа инфицированных коронавирусом нагрузка на лабораторию Юго-Сейдпотребнадзора увеличилась в несколько раз. В стране крайне остро ощущается нехватка специалистов. Врач-эпидемиолог и два врача-бактериолога помогут местным специалистам в проведении ПЦР-исследований на COVID-19. У Роспотребнадзора и нашим комитетом сложились очень тесные дружеские и деловые взаимоотношения. И вот очередной раз на основании нашего обращения к руководителю Роспотребнадзора Анне Юрьевне Паховой с просьбой оказать нам организационно-методическую помощь. В рамках нашего сотрудничества к нам приехали наши коллеги со Ставропольского противоченого института. Это наши давние друзья, наши коллеги, которые, начиная с 2008 года, оказывают нам постоянную помощь и материальную, и материально-техническую, и организационно-методическую помощь. Хочу отметить, что за вот этот период, начиная с марта месяца, по настоящее время, к нам были направлены большое количество в разное время сотрудников Ставропольского противоченого института. Медики Ставропольского противоченого института находятся в республике уже несколько дней. За это время была проделана определенная работа. Врачи-бактериологи сразу же приступили к практической помощи. За счет этого число проведенных ПЦР-исследований увеличилось. Специалисты-врачи-бактериологи также приступили к практической помощи данной лаборатории, за счет чего мы тоже немножко нарастили этот объем исследований. И лаборатория работает очень... Ну, моя лично и наших специалистов оценка очень на хорошем уровне. Специалисты противоченого института оценили сложившуюся ситуацию в республике и составили рекомендации для медиков Юго-седпотребнадзора. Подготовлены были предложения для руководства службы. Соответственно, мы их обсудили все и они уже на оперативном штабе были запротоколированы и, соответственно, внедрены уже в жизнь. По словам специалистов, эпидемиологическая ситуация в республике действительно очень напряженная. Число инфицированных растет с каждым днем. Это не может не вызывать беспокойства, отметил врач-эпидемиолог. Мы познакомились с деятельностью лаборатории. Здесь работают очень квалифицированные, грамотные сотрудники. Они, исходя из своих технических и возможностей кадрового потенциала, выполняют очень большую работу. То есть работают без выходных, выполняют большое количество анализов. Причем я хочу отметить, что количество, объем проведенных исследований, он не просто соответствует российскому стандарту, он его превышает в полтора-два раза. То есть объем лабораторного тестирования, исходя на 100 тысяч населения, есть такой показатель, он превышает российские стандарты. И здесь я могу отметить профессионализм высокий сотрудников лаборатории. В данной ситуации очень многое зависит от самих людей. По словам врача и эпидемиолога, не все население сознательно относится к сложившейся ситуации. Не выполняются рекомендации Юго-седпотребнадзора, не соблюдается масочный режим. Это еще больше усугубляет и так непростую ситуацию. Хочу сказать, что распространение инфекции, в первую очередь, на наш взгляд, происходит в профессиональных коллективах. То есть это на местах работы, а также во время проведения торжественных каких-то мероприятий, свадеб, похороны тоже, какие-то массовые мероприятия. Стелла Бязарова, Александр Кукоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Участковые полномоченные Министерства внутренних дел доводят до сведения населения решение оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Участковые милиционеры в письменной форме уведомляют владельцев магазинов, кафе и ресторанов об обязательном исполнении рекомендаций Юго-седпотребнадзора, а также осуществляют контроль за соблюдением мер безопасности. В этом году строители приступили к возведению жилого комплекса на территории бывшей текстильной фабрики. Объект является переходящим. Ранее в связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией и закрытием госграницы появилось отставание от графика. Теперь ситуация выправляется. В республику поступают необходимые стройматериалы. Темпы работ ускорены. Строительство 75-квартирного дома на территории бывшей текстильной фабрики ведется с отставанием от графика. На темпы работ повлияла пандемия коронавируса. В республику стройматериалы поступали с задержками. Но сейчас строители по возможности наращивают темпы работ. В настоящее время ведется кладка стен первого этажа. Одновременно идет изготовление арбатурных каркасов для перекрытий. В данном корпусе у нас 75 квартир. Два подъезда двухкомнатные квартиры и три подъезда. Одна, двух и трехкомнатные квартиры. Состройщиком многоквартирного дома является строительная фирма «Эстемюк». На объекте в основном работают приглашенные специалисты. После открытия комстарственной границы Южной Осетии с Российской Федерацией на стройплощадку строительные материалы поступают каждую неделю. Пользуются и местным материалом. Ежедневно ведется выгрузка строительных материалов, кирпича, растворов, арматуры. Проектом благоустройства предусмотрена вся строительная площадка по окончании всех строительных работ. Проект дома предусматривает строительство одного, двух и трехкомнатных квартир. Корпус стройца в рамках инвестиционной программы его строительство завершится в конце следующего года. Анжела Кукоева, Арсен Гассиев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова